Вопрос был странные немножко цифры у нападающих Ромы в последних матчах, потому что игроки нападающие по Амплуа забили всего лишь один гол в семи последних матчах, и это был гол ворот в 92-й минуте. Это вас беспокоит или нет? И что вы можете сказать по поводу Переса? Может ли он принять участие в завтрашнем матче? Что касается Переса, то да, он в хорошей форме, и вполне возможно, вероятно, я его задействую завтра. Что касается нападающих, то нет, я не беспокоюсь такими цифровыми показателями. Я считаю, что наши нападающие хорошо выполняют свою работу, они выполняют задачи, которые я перед ними ставлю, и играют на благо команды. Здравствуйте. Павло, немножко околофутбольный вопрос. Безусловно, у вас остались, наверное, теплые воспоминания о Шахтере. Мой вопрос такой. Помните ли вы картину, которую вы получили прямо перед уходом из Шахтера? Расскажите немножко о судьбе и хотели бы познакомиться с художником, который я написал. Последнее, я вопрос. Училла не очень кратистического, она рождается. Училла уточника, который вы получили, что вы получили, и человек, который получили за кадром из светодиже. Училла подошел на шахтере. Постолковой истории вычислили стополе, и, возможно, вы знали, оленные человеком которые сделаны у этого кадром. Не понимаю, что это было. Продолжение следует... Да, конечно же, я вспомнил эту картину, она не покидала пределов Украины, она находится на данный момент в моей киевской квартире, и да, безусловно, мне было бы приятно и любопытно познакомиться с человеком, который ее написал. Добрый вечер. Павло, приятно видеть вас снова в Украине. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прежде всего, я хотел бы подчеркнуть, что завтра будет... Это не матч Фонсеки против Каштру, это будет все-таки матч наших команд. Да, конечно же, мы с ним в дружеских отношениях, более того, мы даже общались после завершения первого матча в Риме, мы какое-то время поговорили. И, конечно же, я переживаю всегда за него, когда это касается каких-то выступлений, например, Шахтера в матчах чемпионата Украины, но завтра на протяжении всех 90 минут мы будем исключительно противниками и никаких дружеских отношениях речи быть не может. Продолжение следует... 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 но важно делать гол. Если мы делаем гол здесь, потом будет сложнее для Шакта. Мы хотели бы победить, но мы хотели бы оттекать. Мы хотели бы победить, и я не стал бы говорить, что фаза оборона для нас более важна, чем атака. Это компоненты игры важные для нас в равной степени. Мы прекрасно осознаем, насколько Шахтеру будет сложнее действовать, в том случае, если мы забьем гол, и, соответственно, мы приложим все усилия для того, чтобы забить и максимально осложнить сопернику жизнь. Добрый вечер, Павел. Добрый вечер. В Шахтере вы провели несколько прекрасных лет. Можете вспомнить три самых захватывающих воспоминания для вас? Мистер, вы провели много лет здесь с Шахтером. Вы можете назвать три самых важных моментов в этом периоде? Да. Да. Мистер. 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 большой период времени и каждый раз когда шахтер становился чемпионом выиграл кубок или суперкубок меня переполняли эмоции поэтому мы выигрывали много и я не смогу назвать вам три момент их нам был и было намного больше Добрий день Павло скажите ласка враховую чи зручный результат перед матчем витвы дичь не намагаетесь выиграть эту игру малою кровью враховую чи щельную борьбу в чемпионате Италии и враховую чи той факт что у вас в Киеве квартира и вы провели три чудових роки в шахтере чи можно сказать что вы повернулись в каком-то зрозумении додому в лагерии в первой фазе вы уже очень большинство после первой паттой может быть может быть может быть что с ней можно зарегистрировать немного энергии в том что в Киеве в Киеве нужно дать максимум первая часть вопроса и вторая часть вопроса вы видите что лэй вы прошли три года красивые, и у тебя тоже есть дома, может ли ты в какой-то момент вернулась в своем доме в Киев или нет? Да, первая вопрос. Правда, мы сделали хороший результат в Рома, но мы знаем о качестве Шахтар и мы должны быть очень концентрированы, потому что они, я знаю свой характер этих игроков, они хотят бороться за эти результаты, поэтому мы должны быть очень концентрированы, мы должны сделать большую игру, чтобы не было сюрпризов. Потом, да, это вернулся домой, я почти здесь, моя мужа и мой сын, они украинцы, у них очень сильная связь с Украиной, с украинцами, это вернулся домой. Ответ на первую часть вопроса. Мы, конечно же, добились очень хорошего результата в Риме, но я знаю возможности этой команды, я знаю, как игроки Шахтера будут биться завтра на поле, буквально до последней минуты я знаю, какая у них может быть самоотдача, поэтому ни о каком режиме экономии не может быть даже речи. Нам нужно быть максимально сконцентрированными для того, чтобы добиться положительного для себя результата. И да, конечно, я себя ощущаю в каком-то степени дома, потому что у меня жена родом из Украины, у меня ребенок наполовину украинец и я очень привязан к этой стране. Павлу, добрый вечер. Также очень приятно вас видеть здесь. Добрый вечер. Ну вот вы уже сами затронули тему украинской жены, я хотел на эту тему задать вопрос несколько такой легкий. Шахтер не только место, где вы провели три прекрасных года, где вы выиграли практически все, что можно было выиграть за это время в Украине, это еще и команда, благодаря которой вы нашли свою вторую половину. Известно, что Катерина, в общем-то, человек довольно близкий к Шахтеру, ваша супруга. И она в интервью сразу после того, как стало известно, что Шахтер и Рома сыграют, она давала интервью украинской прессе и там сказала, что Шахтер для нее больше, чем просто любимая команда. Она росла, она сама из Донецка, росла в Донецке в атмосфере культа Шахтера, который царил в Донецке до войны. Мой вопрос такой, ее очень расстроило результат первого матча. Она вам об этом что-то говорила? Мой вопрос. Мой вопрос. Как вы знаете, Катерина, как вы знаете, что-то? Мой вопрос. 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 Да, конечно же. Я знаю, я могу подтвердить, что она очень преданная болельщик Шахтера, но когда я вернулся домой после первого римского матча, она была очень довольна, и я считаю, что это нормально в такой ситуации болеть за меня и болеть, соответственно, за Рому. В то же время я хочу сказать, что мы переживаем за Шахтера всегда, когда только у нас есть такая возможность. Мы достаточно часто смотрим матчи, и я желаю Шахтеру успеха в украинских соревнованиях и в любых других, но только не там, где наши пути пересекаются. Нік Коцан, Легионер Сюей. Взимку была очень активная информация на рахунок Романа Ярмчука, сватанья как раз до Роми. Про это писали итальянские, бельгийские и португальские ЗМИ. Зокрема, поведомляли про саму зацікавленість вашей. Чи это соответствует действительности, и на какой стадии были эти перемоги? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В комментариях, в Украине, я видел nell'intention, есть интересы всех с쟁ными игроками в Рома. Я вынужден вас огарчить, это не правда, никаких переговоров с моим участием относительно этого футболиста не было. Я, конечно же, прекрасно знаю, что это за игрок, но я не удивлен этим новостям, потому что, если уже так подходить ко всем этим моментам, то можно было бы писать новости о любом футболисте Шахтера, который теоретически мог бы стать частью Ромы. И я знаю, что таких новостей было много, тем не менее, это не правда. Я хотел бы спросить, что было 5 новостей про 5 футболистов Шахтера, которые, начебто, могут перейти в Ромы. Чи это возможно после первого матча? И что будете вы как-то бороться за Тайсона, у которого закончится контракт летом? Продолжение следует... Продолжение следует... Прежде всего, мы хотим узнать о ситуации Тайсон, который будет связаться с конкурсом, и если Рома будет выбрать этот игрок в эстаке или нет. Продолжение следует... Прежде всего, я хочу сказать, что Шахтера... ...это много игроков с важным игроком в Италии. Продолжение следует... ...это верно, что в прошлом, в следующей серии, мы получили интересы в Тайсона. Сейчас мы не говорим о чем-то игроком в Шахтере. Сейчас мы не говорим о чем-то игроком в Шахтере. Но я хочу сказать, что Шахтере есть много игроков, которые могут играть в Италии. И игроков с большей качественностью. Да, я согласен с тем, что в составе Шахтера очень большое количество футболистов, которым было бы по силам успешно выступать в чемпионате Италии буквально хоть завтра, хоть сейчас. И да, я готов подтвердить, что ранее у Ромы действительно был интерес к Тайсону. Но именно сегодня, на сегодняшний момент, у нас нет интереса ни к какому из футболистов Шахтера. Это факт на сегодняшний день. А Диавара, я хотела бы ответить на вопрос о чем-то игроком в Европа Лиге. Наполи и Рома, они потеряли после победы. Манчестер Юнайтед и Шахтера, они потеряли все-таки. Почему они терялись так? Я не могу думать о чем-то игроком в Европе. Я не могу думать о чем-то игроком в Европе. Командат после Еврокубков. Потому что, для примера, после Еврокубковой недели Наполи проиграл. Рома тоже проиграла. В то же время зарубежные команды выигрывают. Например, Манчестер Юнайтед свой матч выиграл. Шахтер свой матч тоже выиграл. Ответ я, к сожалению, не могу говорить о других командах, либо же о других игроках. Я могу говорить только о том, что происходит в Роме. И я знаю, что нам нужно сохранять максимальную концентрацию для того, чтобы добиваться максимального результата. Это наша основная цель. Паула, скажите, после того, как Шахтер дважды обыграл Интер, не было бы ли у вас опасений перед игрой, что Шахтер сможет составить вам грандиозные проблемы? Но, как оказалось, нет. Скажите, пожалуйста, это Шахтер стал слабее или Рома настолько сильна? И второй вопрос, тренировали ли вы, я повторюсь, вопрос коллеги, серию пенальти? - Какие-то, в основном, на Лома-1-6-6-7-7-7-6-7-7-7-7-7-7-7-7-8-7-8-7-7-7-8-7-8-7-8-7-8-8-7-9-8-7-7-8-8-7-8-7-8-7-7-8-7-8-7-8-7-8-8-8-7-8-8-7-8-7-8-8-7-8-8-8-7-8-8-8-8-7-8-8-8-8-8-8. -E? которые могут быть победителем после соревнований, после соревнований. В последнее время вопрос о Шактаре, как всегда, или у Рома более сильнее в последние месяцы? Да, как всегда, мы занимаемся, как всегда, на соревнованиях. Для меня это трудно делать аналисы о Шактаре. Шактаре это очень сильная команда. Как я уже говорил, в первую очередь, это команда, которая в этой сезоне победила Риал Мадрида две раз, она победила две разы с Интера. Все команды имеют позитивные фазы, все команды имеют позитивные фазы, но в последнее время Шактаре победила на соревнованиях. Но я должен быть более концентратным на моей команде. И на сегодняшний матч, что будет сложнее, что Шактаре хочет поменять. Для меня это важно, что мы должны делать сегодняшний матч, чтобы быть концентратным, потому что, как я говорил, это будет очень сложнее. Да, я могу подтвердить, что мы достаточно большое внимание уделяем тренировке пенальти. Это факт. И что касается силы и слабости команд в последнее время, я не возьмусь комментировать ситуацию в Шактаре. Это не мое дело. Я могу отталкиваться только от результатов. Они, я считаю, говорят сами за себя, потому что Шактар дважды обыграл Интер, Шактар дважды сыграл в ничью. Естественно, любая команда по ходу сезона находится в разной ситуации. И бывают и спады, и подъемы. Но в этой связи я хотел бы обратить внимание на последний матч, который Шактар выиграл уверенно со счетом 4-0 у достаточно сильного соперника. Соответственно, скорее всего, сейчас команда на подъеме. И мне нужно заботиться о своей команде, о том, как подготовить ее лучше. И я знаю, что Шактар завтра приложит все силы для того, чтобы отыграться. Соответственно, ключ к победе может быть в предельной концентрации моих футболистов. Если они смогут выполнить то, что я от них прошу, будут предельно сконцентрированными, то мы добьемся успеха. Спасибо.